Вводы в эксплуатацию этого объекта некрасовцы ждут уже как минимум полтора десятка лет. Пироговский водоподающий комплекс давно и безнадежно прописался в долгостроях. Впрочем, в последнее время надежда на водном горизонте все же забрежжила. В сентябре здесь возобновились строительные работы. На ожившей стройплощадке не применула побывать наша съемочная группа. Землеройная техника, большегрузные самосвалы, люди, все в движении. Новый подрядчик, строительная компания «Лидеры Ярославль» ведет постройку резервуаров чистой воды, основного сооружения водоочистки на Пироговском водоподающем комплексе. На следующей неделе мы закончим обвязку днища арматуры, зальем и приступим к монтажу стен. В течение двух месяцев резервуары под чистую воду будут готовы. Строительство Пироговского комплекса начали еще в конце 90-х. За это время на стройке не раз менялся и заказчик, и подрядчик. Устарелый проект, изначально планируемые для обустройства резервуаров сборные железобетонные конструкции, уже не выпускаются заводом-изготовителем. Технология поменялась в связи с тем, что заводы не изготавливают уже такие конструкции из железобетона. Было принято решение перейти на монолитный железобетон. Поэтому резервуары по чистую воду будут сделаны из монолитов. Мы уже сделали такие резервуары в Гаврилов яме. Мы свою часть выполним, остальное за подрядчиком по монтажу оборудования, которые тоже готовы приступить. И все у нас, все работает. Ничто сейчас не держит? Нас ничего не держит. Мы работаем на полную мощность. По окончании первого этапа необходимо будет еще на самой станции водоочистки произвести установку и подключение технологического оборудования. Выполнить другие работы. Получится ли сделать все до конца года, сказать сложно. Главное на сегодня, что работы на этом важном для некрасовцев социальном объекте хотя бы сдвинулись с мертвой точки.